ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ В результате договоренностей двух тоталитарных режимов – нацистского в Берлине и коммунистического в Москве, а также молчаливого нежелания мощнейших государств мира сопротивляться агрессорам. В 1939-45 годах обе тоталитарные системы совершили на украинской земле многочисленные преступления против человечности, военные преступления и преступления геноцида, в результате чего украинский, еврейский, крымско-татарский и другие народы, жившие в пределах территории современной Украины, понесли огромные потери. Украинцы на стороне антигитлеровской коалиции внесли значительный вклад в победу над нацизмом. Тогда погибли 10 миллионов украинцев из 20 миллионов советских людей. Украина понесла демографические потери в 14,3 миллионов человек из 27 миллионов граждан СССР. Украинцы понесли самые большие потери в людях по сравнению с другими европейскими нациями и советскими народами. Включая и русских, экономические потери Украины составили около 50% экономических потерь СССР. Как оценить, что такое 9 мая, это праздник или не праздник? Вот я подхожу к 9 мая так, это не столько праздник, это день поминовения, день памяти, день скорби о тех, кто сложил свои головы. Очень дорогой ценой досталась нам эта война. И вино этому руководству, прежде всего, сталинское и лично Сталин. Вторая мировая стала возможной из-за сговора антигуманных режимов, нацистского и советского. Наследницей последнего в настоящее время является Российская Федерация. Она стремится присвоить победу над нацизмом, чтобы манипулировать собственными гражданами и международным сообществом. Фашизм начинался в Италии, вы знаете из истории, да? Черно-рубашечники, потом Германия, коричневые, Испания, голубые, да? Сейчас, например, ИГИЛ это черные, да? А вот Сталин это красный фашист был. Потому что он лично уничтожил миллионы людей. Это палач. В РФ празднование победы над нацизмом постепенно превращалось в культ, целью которого является пропаганда войны. Возвышение над другими народами, присвоение себе статуса главного победителя, оправдание агрессивной идеологической мобилизации граждан, а также воззрение безответственного и безосновательного реваншизма. Ничтожные подонок обращаются к великому народу-победителю. Мы россияне, мы потомки великих предков-победителей. Сегодня российские власти фактически разрушили систему международных отношений, установленную после Второй мировой войны. Вооруженной агрессией против Украины РФ развязала первую в 21 веке континентальную войну в Европе, взорвав систему коллективной мировой безопасности. В этом путинская Россия напоминает гитлеровскую Германию в преддверии глобального конфликта. Ведь слабость, страх и нерешительность международного сообщества в канун Второй мировой войны поощряли агрессоров к все большему размаху преступлений. Через эту войну, через эту специальную военную операцию возвращаемся к себе настоящим, к тем, кого мы забыли с конца 80-х, гордой нации-победителей, спокойных, несуетливых, умеющих отстоять свою свободу и независимость. Страны и нации, которой вернулся охотничий инстинкт. Праздник Дня Победы в Советском Союзе пришелся на 9 мая. Москва не хотела принципиально праздновать со всем миром победу над нацизмом в один день, 8 мая, когда был подписан акт о капитуляции Вермахта и гитлеровской Германии. В 1945 в этот день никаких особых торжественных мероприятий не состоялось. Ну как же так? Парад Победы по приказу Сталина провели в Москве только 24 июня. Никаких праздничных парадов или шествия ветеранов на Красной площади не было и в последующие годы. Форсировали Днепр. 300 тысяч человек положили для взятия Киева. Приказ был к 7 ноября. Все, к дате какой-то надо было, да? Плавать не умели многие солдаты. Надо же было переплыть широкая река, Днепр, под огнем. Ну, тюфехи набивали сеном или чем-то еще, они быстро промокали и ко дну шли. Какой ценой? Какой ценой, понимаете? В 1947 статус этого дня вообще изменили. День Победы стал рабочим днем. В том же 1947 году советские власти приняли решение об отмене каких-либо выплат и льгот для ветеранов, удостоенных государственных наград. Сталинский режим боялся военных ветеранов, которые во время военного похода в Европу увидели, что все остальные страны живут гораздо богаче, чем в СССР. Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке. Кроме того, когда собирались ветераны, они на День Победы часто выпивали больше, чем нужно, и говорили вещи, которые кремлевские власти не хотели слышать. А это войну выиграли за счет огромных и ненужных жертв среди личного состава советской армии и гражданского населения. Маршал Жуков и Сталин – невыдающиеся полководцы, а мясники, бросавшие миллионы людей на верную смерть. Кроме того, в стране было значительное количество военных инвалидов, их миллионы. Они проклинали своих командиров за глупость в проведении наступательных операций, и их унять сотрудники органов государственной безопасности никак не могли из-за огромного количества недовольных. Я против того, когда вот сейчас в России поднимают опять, реанимируют Сталина. А это был палач. Поэтому с 1948 по 1965 год 9 мая не было выходным днем в СССР, пока большинство военных инвалидов физически не вымерло. Выходным День Победы снова стал в 1965 году. Тогда же провели и юбилейный Парад Победы к 20-летию. Это был второй парад по окончании войны. Третий состоялся в 1985 году, а четвертый – в 1990 году. Ежегодным действом Парад Победы стал уже в Российской Федерации с 1995 года. Можем повторить этот гитлеровский фашистский лозунг. Что значит повторить эту войну, эту страшную войну, в которой мы потеряли 27 миллионов человеческих жизней? Какой ценой завоевали эту победу? Что значит повторить? Для чего повторить? Опять мировую, третью войну мировую вызвать? Чтобы новые десятки миллионов погибли? Во имя чего? В чьих интересах? Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. Погибли от 50 до 85 миллионов человек. Вторая мировая война закончилась усилиями дипломатии, но была выиграна смелыми воинами и оружием. Сегодня, когда Россия без объявления войны напала на Украину и совершает бесчестную, осужденную международным сообществом незаконную агрессию, украинцы имеют не просто право на общенациональное вооруженное сопротивление, но и поддержку всего мира. Украинцы с оружием в руках защищают Европу и дают шанс на создание новой, более справедливой мировой системы безопасности. На построение более прочного мира. Но условием для этого является победа над Россией, восстановление территориальной целостности Украины и невозможность предстоящей агрессии Москвы против любого государства на планете. После победы Украины в войне с Россией украинский народ получит новый государственный праздник победы над рашизмом, современным русским фашизмом. День памяти и победы над нацизмом символизирует не триумф победителей над побежденными, а предостережение. Диктаторы всегда стремятся удовлетворить имперские амбиции вооруженным путем, ультиматумами, агрессией, аннексией. Важнейшим итогом войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир категорически и бескомпромиссно защищать его всеми разумными средствами. Сегодня, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором, однако теперь это путинская Россия. Сегодня именно РФ, вобрав все преступные практики нацизма и коммунизма, посягает на территориальную целостность Украины и разрушила мир в Европе. Вспоминая Вторую мировую войну 8 мая, международное сообщество должно осознать и помнить, современная Россия не победитель над Гитлером и нацизмом, не освободитель Европы, а жестокий агрессор, пренебрегающий международным правом, который стремится к силовой ревизии границ и к новейшему тоталитаризму. Когда в школах начинают вводиться уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идет не так. Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей. Патриотизм — это любовь к Родине. Это личное чувство, личное переживание человека. Родина — это не государство и не власть. Родина — тот уголок земли, с которым человека связывают истоки жизни. А если людей начинают с детства учить любви к государству, любви к власти, это не патриотизм, это воспитание лояльности и покорности. И в те решающие моменты жизни, когда решаются судьбы Отечества, таким образом воспитанный человек, выбирая между любовью к Родине и лояльностью к государству, может изменить Родине. Потому что любовь к Родине иногда требует идти против государства, против власти. Патриотизм часто перемешивают с военной историей, истории крови и жертв. Живые властители прикрываются павшими, которые ничего не могут сказать. Когда детям будут рассказывать о гражданской войне, им скажут о том, что это не победа красных над белыми и зелеными, а общенациональная трагедия. Когда детям будут рассказывать о патриотизме на примере Великой Отечественной войны, им скажут о цене победы, об уничтоженных еще до начала войны командирах и военных специалистах, о пакте Молотова-Риббентропа, о смертельных ошибках Сталина, о миллионах до сих пор ненайденных и непогребенных солдат, о победителях, сосланных после победы в концлагеря, об инвалидах, спрятанных в глуши, о детях войны, о многоэтажных домах на могильных рвах концлагерей. Им расскажут о миллионах доносов, о черных воронках, о тройках, о гулаге, о законах трехколосков, о смертной казни для детей с 12 лет. Это будет частью патриотизма. Этим тоже нужно будет гордиться? Или просто помнить, чтобы никогда больше? В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому. Джанкоя убеждал в этой связи. Республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палаг представителю министра обороны США опять впугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Оружие, а это как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. ОМТВЮЕЙ ПРО ГОЛОВНЕ А реальны ли все эти разговоры о том, что... Ну, эти разговоры наших оппонентов о том, что европейские члены НАТО могут собрать воздушную армаду и нанести, например, такой вот удар в кулак, и нанести удар по нашим войскам на Украине. Ну, на первый взгляд это, конечно же, немыслимо. Но вы подумайте, так сказать, сейчас вспомните, ведь многие вещи действительно были немыслимые 24 февраля, когда, понятно, были надежды, что все это быстро закончится. Но, как мы знаем, Блицкриге надо было готовить напряженной работой годами до этого. Этого не сделано, Блицкрига не получилась. И тогда, вот, 24 февраля, Запад даже помыслить не мог о том, что он делает сейчас. Вот сейчас он готовится, американцы готовятся поставлять ракеты Атак МС. Ну, вот он за моей спиной, собственно говоря. Иллюстрация этой ракеты – это то, что летит на 300 километров с высокой точности, запускается она, ну, с другой немножко пусковой установки, с Хаймерса, короче говоря, немножко, на которой переставленная пусковая установка. Вот. Соответственно, ну, вот она, Атак МС. А также GLSDB, который тоже с Хаймерса запускается и прочее, прочее. Вот, кстати, радиусы поражения Атак МС, да, если не будет применять из района, собственно говоря, северной части Украины, вот, в СССР, вот, радиусы поражения, или вот, с Днепра, видите, весь Крым, так сказать, в дальности досягаемости. И так, и снова вспомним 24-25 февраля. Тогда Запад, вообще, честно говоря, вспомните, он, что он решался поставлять? Ну, противотанковые комплексы «Джавелин», ну, ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы для борьбы с низколетящими самолетами, ну, снайперские винтовки, то есть, оружие для борьбы в городах, да, а не для наступательной какой-то войны, для обороны. Ну, вот скажи нам 24 февраля, что, извините, по нашей территории будут бить дальнобойные крылатые ракеты, типа там Storm Shadow, стромовая тень, или Атак МС. И то, что нас в Белгороде будут обстреливать, мы бы не поверили. Но посмотрите, Запад все время видел, что красные линии сдвигаются, сдвигаются, вот все время щупал, щупал, расширял возможность. Вот я себе это сделаю, ответа нет, еще сделаю, еще отодвину красную линию. И в результате они, вот видите, сейчас не дошли до стадии, так сказать, поставок вот таких вот оперативно-тактических ракет. А что дальше? И вот здесь уже мысль о том, что европейские члены НАТО могут бросить против нас вот такую соединенную воздушную мощь, как это сделали, например, против Ливии в 2011 году, или против Югославии в 1999. Вот эта мысль уже не кажется какой-то уже крамольной спустя на третьем году войны. Все-таки красные линии, как вы помните, были отодвинуты. Продолжение следует...